МГМСУ Глубоко уважаемый Дмитрий Станиславович, глубоко уважаемые коллеги, здравствуйте. И я думаю, что очень логично будет мое выступление продолжать тему, которую прекрасно осветила Ирина Дмитриевна. В том числе мы сейчас поговорим о синдроме раздраженного кишечника. Очень важно проводить для повышения эффективности терапии дополнительную терапию, в частности, применением ревомепида. Укрепляем слизистый барьер. Что же происходит в просвете желудочно-кишечного тракта, что приводит к развитию синдрома раздраженного кишечника и неэффективности лечения? Во-первых, необходимо сказать, что основным патогенетическим звеном синдрома раздраженного кишечника является нарушение моторной функции. Но причины, которые приводят к этому нарушению моторной функции, они различны. И когда мы такого больного диагностируем, мы прежде всего что назначаем? Спазмолитики. И проводим таким образом симптоматическую терапию, не устраняя причину, а только уже последствия. Именно поэтому в римских критериях, это главный европейский документ, который определяет наши подходы к лечению заболеваний желудочно-кишечного тракта, СРК в том числе, в 2016 году впервые официально была утверждена роль микробов и некоторых пищевых продуктов в качестве этиологических факторов синдрома раздраженного кишечника. Почему так случилось? Потому что было показано, что у больных с постинфекционным СРК повышена экспрессия провоспалительных цитокинов и в крови, и в слизистой кишечника. Примерно у половины больных с СРК имеется воспалительная инфильтрация слизистой оболочки кишечника, которая визуально не видна, а видна гистологически в случае взятия материала. У большого числа больных не менее 70% СРК имеется избыточный бактериальный рост в просвете тонкой кишки, поэтому было сделано вот такое официальное утверждение. Действительно имеются метаанализы, которые говорят о том, что перенесенные кишечные инфекции, которые в том числе могут сопровождаться впоследствии нарушением кишечной микрофлоры, являются фактором риска развития синдрома раздраженного кишечника. Как минимум в 7 раз. В другом метаанализе было показано, что этот риск сохраняется в течение 36 месяцев. То есть 3 года пациент уже забыл, когда он перенес эту кишечную инфекцию или перенес уже несколько раз кишечную инфекцию. А между тем, еще после первого эпизода остались такие изменения в микрофлоре, которые стали фактором риска развития синдрома раздраженного кишечника. В настоящее время нет сомнений в том, что дисбиоз – это ведущая причина развития висцеральной гиперчувствительности, которая поддерживает клиническую симптоматику пациентов с синдромом раздраженного кишечника. И одним из факторов, который приводит к висцеральной гиперчувствительности, является нарушение кишечной микрофлоры, микрофлоры толстой кишки. Вследствие этого гиперактивируются иммунные клетки кишечника, выделяются факторы воспаления, нарушается целостность кишечного барьера, о чем только что говорила Ирина Дмитриевна, очень важно. И вследствие этого возникает воспаление и повреждение чувствительных нервных окончаний. Вот отсюда и висцеральная гиперчувствительность. Действительно, в большом количестве исследований показано, что да, имеется нарушение микрофлоры у пациентов с синдромом раздраженного кишечника. И вот, в частности, систематический обзор 24 исследований, свежие 2019 года, показал, что да, у больных с синдромом раздраженного кишечника значительно уменьшается количество так называемой полезной микрофлоры, бифидобактериум, фекалий бактериум праусницы. И в то же время повышается количество таких бактерий, как лактобациллобактероиды, энтеробактерии. Вот такой дисбактериоз и лежит в основе генерации клинических симптомов синдрома раздраженного кишечника, в том числе как компонент, один из главных, и поддержания этих клинических симптомов. COVID-19 пандемия целых два года нас мучила, еще, наверное, до конца не оставила. Имеется, конечно, большое количество работ, которые изучали нарушение микрофлоры у пациентов с COVID-19, связанное как с самой инфекцией, так и с лечением этой инфекции. То есть, в частности, с применением антибактериальных препаратов. И тоже было показано, что, оказывается, у пациентов с COVID-19 снижается количество бактероидов, а при этом увеличивается количество актинобактерий. При этом дисбиотический состав микробиота кишечника сохранялся еще примерно месяц после того, как вирус покидал организм, наблюдалось выздоровление. И в ряде случаев сказано, что изменение состава микробиота при COVID-19 может быть связано и с лечением антибактериальными препаратами. Также мы знаем, что нарушение микрофлоры вследствие перенесенной COVID-19 может стать причиной развития так называемого постковидного синдрома раздраженного кишечника. И это примерно, по данным исследования, не менее чем 5% случаев. Каким же образом мы должны подходить к лечению больных СРК для того, чтобы убрать вот этот вот негативный компонент нарушения микробиоты и, соответственно, увеличить эффективность лечения? Вот у нас имеется достаточно новый документ, клинические рекомендации от двух профессиональных сообществ, Российское научное медицинское общество терапевтов и научное общество гастроэнтерологов России, по диагностике и лечению функциональных заболеваний органов пищеварения, их перекреста, в том числе, конечно же, и синдрома раздраженного кишечника. И в этом документе отмечено, что возникновение СРК и его клинических проявлений, возникновение рецидивов, конечно же, имеет значение перенесенные кишечные инфекции и количественные и качественные изменения кишечной микробиоты. И в частности, синдром избыточного бактериального роста. Дисбиоз микробиоты участвует абсолютно во всех патогенетических звеньях формирования клинической симптоматики синдрома раздраженного кишечника и, соответственно, уменьшает эффективность нашего лечения спазмолитиками. В этом документе отмечено, что в обязательном порядке для улечения эффективности лечения всех функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта и, прежде всего, синдрома раздраженного кишечника, необходимо проводить терапию, направленную на восстановление баланса микробиоты толстой кишки. Мы знаем, каким образом это проводится. Если нам нужна деконтаминация, мы применяем кишечные антисептики, а затем пробиотики. Если деконтаминация не нужна, мы применяем пробиотики. То же самое отражено в этом документе. Если необходима деконтаминация, мы применяем не всасывающиеся антибактериальные препараты. И, прежде всего, как препарат выбора, в этой ситуации рекомендуется препарат рефоксимин-альфа с самым высоким уровнем доказательности 1А. Если мы посмотрим на рекомендации по лечению СРК, римские критерии 4-го пересмотра 2016 года, мы увидим, что здесь тоже есть рефоксимин, который применяется для лечения диареи у больных с синдромом раздраженного кишечника. Рифоксимин-альфа – это рефоксимин с полиморфной структурой, который вследствие этого обладает особыми свойствами и, прежде всего, за счет минимальной системной биодоступности. Менее 1% препарата всасывается из желудочно-кишечного тракта, поэтому создаются очень высокие концентрации в просвете кишечника, при этом не формируются штаммы с бактериальной резистентностью, очень хороший профиль переносимости препарата, а также имеются особые свойства, которые тоже важны для того, чтобы применять данный препарат при синдроме раздраженного кишечника. Препарат предотвращает транслокацию бактерий с кишечника, предотвращает прикрепление бактерий к слизистой кишечника, снижает вирулентность бактерий, оказывает противовоспалительные действия, а также является в некоторой степени элбиотиком, что очень важно. В исследованиях показано, что и инвива, и эксвива у человека рефоксимин альфа не оказывает какого-либо существенного влияния на нормальную кишечную микрофлору, как другие антибактериальные препараты. И напротив, даже увеличивает относительную численность представителей так называемой облигатной микрофлоры. В частности, здесь мы с вами видим увеличение численности лактобацил, причем такой эффект отмечен при разных желудочно-кишечных заболеваниях. Итак, рефоксимин альфа предлагается как препарат выбора для коррекции синдрома избыточного бактериального роста у пациентов с синдромом раздраженного кишечника на основании того, что имеются и исследования. В частности, метаанализ пяти рандомизированно контролируемых исследований показал значительное преимущество рефоксимина над плацебо в общем облегчении симптомов. Еще один метаанализ показал, что в конце лечения ремиссия общих симптомов СРК при применении рефоксимина была достоверно выше, чем у пациентов, которые получали плацебо. И в конце периода наблюдения ремиссия всех симптомов СРК при рефоксимине была значительно выше, чем в группе плацебо. И еще в одном исследовании было показано, что после применения в комплексном лечении СРК рефоксимина 36% пациентов не имели рецидива в течение 18 месяцев, а если рецидив наблюдался, то повторный прием данного препарата в течение двух недель превосходил плацебо в улучшении симптомов СРК с диареей. И таким образом в том документе, о котором я рассказываю, рефоксимин альфа предлагается с высоким уровнем доказательности для лечения больных СРК с целью купирования симптомов, предотвращения рецидивов, с целью коррекции СИБР в дозировке 400 мг 3 раза в сутки на протяжении 10-14 дней. А теперь мы переходим к пробиотикам, которые назначаются либо после деконтаминации, либо назначаются самостоятельно в комбинации с спазмолитиками. Итак, что же за пробиотики могут применяться при синдроме раздраженного кишечника? Всегда очень трудно выбрать какой-то пробиотический комплекс, их очень много, доказательная база у многих из них отсутствует практически полностью. И вот у нас имеется глобальный документ, это клинические рекомендации Всемирной гастроэнтерологической организации 2017 года по применению про- и пребиотиков у пациентов с заболеваниями гастроэнтерологического профиля и в том числе у пациентов с синдромом раздраженного кишечника. И мы видим, что здесь рекомендуется штамм бифидобактериум инфантис 35624, который показал в нескольких исследованиях субъективное уменьшение общих симптомов СРК. Если мы посмотрим опять в римские критерии четвертого пересмотра, то здесь тоже для терапии диареи при СРК рекомендуется тот же самый штамм, вот он бифидобактериум инфантис, как штамм, который показал свою высокую эффективность при данной патологии. Что касается российских рекомендаций, в 2020 году вышли практические рекомендации сразу двух профессиональных российских сообществ. Это сообщество по содействию клиническому изучению микробиома человека и Российской гастроэнтерологической ассоциации. Документ посвящен применению именно пробиотиков для лечения и профилактики заболеваний гастроэнтерстинального профиля у взрослых. И опять мы с вами видим, что с высоким уровнем доказательности рекомендуется именно этот штамм, бифидобактериум лонгум, он же бифидобактериум инфантис 35624, который показал свою эффективность в уменьшении общих симптомов синдрома раздраженного кишечника. Доказательная база для этого штамма очень большая, более 50 публикаций, которые можно найти в интернете. Ну и необходимо сказать, что в отдельных клинических исследованиях он показал очень высокую эффективность. В частности, бифидобактериум лонгум 35624 в одном из исследований показал, что и общая оценка симптомов всех больных, комплексная, была достоверно ниже в сравнении с пациентами. То есть этих симптомов стало достоверно меньше по сравнению с плацебо. А если мы посмотрим на отдельно взятые симптомы, это дискомфорт в животе, вздутие, растяжение, избыток газа в кишечнике, удовлетворенность функциональной активностью кишечника, то тоже мы увидим, что симптомов этих значительно меньше, достоверно меньше, чем в группе плацебо на фоне лечения данным штаммом. Также имеется рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, в котором изучали сравнительную эффективность штамма бифидобактериум лонгум 35624 и лактобацилус целевариус. И опять-таки было отмечено, что у пациентов, которые получали бифидобактериум лонгум 35624, было достоверное снижение совокупного количества симптомов в сравнении с другим штаммом. Это касалось и боли в животе, и дискомфорта, и растяжения. Также эти отличия были достоверно положительными и с группой, получавшей плацебо. Еще в одном исследовании было показано, что данный штамм способствует уменьшению воспаления кишечника у пациентов с СРК. И основано это на том, что изменяется соотношение про- и противовоспалительных цитокинов в сторону противовоспалительных. Таким образом подтверждено и противовоспалительное действие данного штамма. И у нас есть в России возможность применять пробиотический препарат, биологически активную добавку под названием симбиозис альфлорекс, который как раз и содержит этот уникальный штамм бифидобактериум лонгум 35624. В каждой капсуле данного пробиотика содержится 1 миллиард бактерий, что соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения. Этот штамм безопасен для человека, поскольку он и выделен из пищеварительного тракта человека, и изучен в многочисленных исследованиях на протяжении 15 лет в Ирландии. И вот одно из последних исследований 2021 год, в котором применяли непосредственно уже пробиотик альфлорекс, который содержит бифидобактериум лонгум 35624, и изучали его действия на тяжесть течения и качество жизни больных синдромом раздраженного кишечника. 233 пациента с синдромом раздраженного кишечника применяли альфлорекс в течение 30 дней по одной капсуле, как и заявлено в инструкции. И, соответственно, через 30 дней оценивали те результаты, которые были получены. Но прежде всего необходимо отметить, что применение альфлорекса снижало тяжесть симптомов у пациентов с СРК вне зависимости от того, какой именно подтип имелся. И вот мы видим, что тяжесть проявления симптомов достоверно снизилась при применении альфлорекса. И в целом отмечалось по всей группе значительное снижение тяжести СРК во всех подтипах от тяжелой до умеренной, и балл снизился с 303 до 208. Также было отмечено, что на фоне применения альфлорекса отмечалась нормализация консистенции стула по брестольской шкале при разных подтипах СРК, неважно, что было исходно, запор, диарея, либо смешанный вариант. Во всех случаях отмечалась нормализация консистенции, очень хорошая переносимость продукта. Почти 64 пациента пациентов были удовлетворены лечением на пятерку, и более 65% врачей также были довольны лечением. Также необходимо отметить, что в этом исследовании наблюдали и за качеством жизни пациентов, и мы видим, что в целом улучшение качества жизни было значительное, достоверное. С 60 до 69 баллов увеличилось. Это в целом по группе, во всех подтипах. Если мы посмотрим на показатели качества жизни отдельно по подтипам СРК, то мы тоже увидим, что при всех типах СРК было отмечено достоверное улучшение качества жизни на фоне приема альфлорекса. И, соответственно, авторы этого исследования сделали вывод о том, что применение альфлорекса в течение 30 дней достоверно снижает тяжесть этого заболевания, улучшает качество жизни, причем в большей степени у тех пациентов, у которых были тяжелые степени заболевания. У большинства пациентов отмечена нормализация стула, и две трети пациентов отметили удовлетворенность лечения. Таким образом, симбиозис альфлорекс, который имеется у нас на российском рынке, комплексному облегчению симптомов СРК, это и абдоминальная боль, это и вздутие, нарушение моторики кишечника, потому что, как я уже говорила, у нарушения моторики кишечника много причин, в том числе и нарушение микрофлоры. Симбиозис альфлорекс имеет оптимальный профиль переносимости и рекомендуется как российскими, так и зарубежными экспертами. Режим применения данного пробиотика – одна капсула в день на протяжении четырех недель. Если есть такая необходимость, то можно повторять эти курсы. И таким образом мы получаем возможность более эффективно лечить данных пациентов, снижать количество рецидивов и повышать качество жизни у больных с синдромом раздраженного кишечника. Вот на это у меня все. Спасибо. Спасибо большое, Елена Владимировна. Есть ли желающие задать вопросы? Мне кажется, все было предельно понятно, доказательно. Расширяется наша возможность введения больных с синдромом раздраженного кишечника. И вот та идея, что будут какие-то пробиотики, которые будут помогать при разных заболеваниях, начинает успешно реализовываться, что нас не может не радовать. Спасибо большое. Мы радуемся. Спасибо. 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 Спасибо.